привет дорогие друзья и сегодня у нас классическая классическая серия блога обзор огромного количества обновлений такое большое количество что она даже тут у меня немного не влезло но почти все постарались поместить очень много нового чая немного новой посуды интересной и сейчас начну рассказывать обо всем по порядку какие-то интересные особенности тех или иных сортов пожалуй начну я вот с этого подносика который стоит рядом со мной здесь у нас чай любого и не только прежде всего приехала 6 видов рассыпного любого немножко что такое любого у меня есть более подробно видео на канале именно с места по израстания еще чуть позже будет видео именно про производство чай любого но любом случае будет очень интересно познакомиться с чаями лично я думаю гораздо больше чем посмотреть видео поэтому рекомендую попробовать вообще что такое чай любого это чай который производится провинции гуанси и он является наравне с чаем хайча таким прородителем пуэра то есть это тоже чай имеющий сложную ферментацию скир давания и конкретно вот эти вот рассыпные любого они наверно по нотам ближе всего к шу пуэра но при этом конечно же не свои особенности поэтому я бы их рекомендовал все настоятельно я не буду рассказывать про каждый отдельно вот конкретно здесь у нас любого джей нун чхо любого гадзи чхо лавы любого чхо любого шуча и любого тянь чхо они все разных годов еще на тут есть любого чинь юнь в 2011 года у нас получается и даже 6 штук все немного отличаются конечно же потому что разные года те которые более имеет мелкую фракцию они ближе всего к шу по вкусу которая любого чинью мне показался более таким разнообразным по нотам то есть не настолько похожим именно нашу безусловно все с характерной нотой интересным очень таким вкусом характерным любого в принципе в целом поэтому если вы не пробовали раньше с чем любого не знакомились я как всегда рекомендую брать какое-то количество пробников разных сортов выбрать и просто оценить потому что каждый найдешь что-то свое точно потому что мне кажется что любого также как и хайча и вообще очень многие чьи которые не пуэра но имеют схожую обработку схожую происхождение небольшой потенциал просто их как бы нужно еще исследовать изучить и так далее то есть вот эти вот все 6 чаев рассыпных моя личная рекомендация мы выбирали достаточно придирчиво у меня была большая такая вот коллекция и выбрали из них несколько самых таких которые нам показались достойными которые более выдержаны они тоже так же как аналогичные с парами более мид такой немножко чинью их ноту выдержанности которые более молодые более свежие одно тем не менее я думаю каждый каждый сорт абсолютно достоин на самом деле как я уже говорил в прошлых обзорах не бывает надо сложно определять какие-то отдельные чаи что вот это там лучше или хуже потому что все что выпадает к ассортимента но и так уже очень придирчиво как я говорю уже отобрана и мы в любом случае не берем просто чей которые не понравились мне и как минимум там нескольким моим сотрудникам кто тоже дегустирует чай часто дегустацию провожу вместе с кем-то для того чтобы было более скажем так репрезентативная такая выбор когда и не только опираться на моё даже мнение вот всегда прислушиваюсь кому-то еще хотя но финально конечно принимаю решение следующий чай называется сенсун любого чаджуань это такой кирпичик вот он собственно меня 10 целый есть вот так он выглядит завернут бумагу у нас уже раньше был тоже любого чаджуань сейчас есть только самый классический такой бюджетный чай для региона любого деревни любого в провинции гуанси обычно берется такой очень крупный лист в отличие вот от рассыпных который сейчас рассказывал 10 часто бывают почки например те же вот гаудзи там любого тут очень много почек достаточно хоть и палочки тоже попадаются но такое сырье на это здесь в основном берется нижний лист поэтому чай более бюджетный весь он золотой плесенью той самой которая считается полезной которые есть тоже на хай чая на многих других сортах чая и что хорошо что интересно вот эти вот новые партии они на очень хорошего склада поэтому они очень сухие хорошо и хранить и у них такой более скажем если считаю более сбалансированный вкус мне немножко больше нравится но они не значительно но немножко подороже чем сам там кирпич который был раньше поэтому если вы ранее приобретали такой чай то я точно рекомендую назначим попробовать и вот эти потому что у нас тут два вида один 2014 года другой 2016 конечно 2014 года он более такой насыщенный и интересный вкус у него а вот помоложе ну пока еще более такой зеленушный что ли и но тоже вкусный поэтому тут дело говорится вкуса интереса далее есть еще такой чайок тоже люба у люба у чала у такая чайная корзинка здесь нету но это начальный чай приехал к нам в корзинках бамбуковых и хранился в них же это я думаю один из самых лучших вообще из обновлений последних любау потому что там очень хорошее сырье то есть это больше тип сепочки да и то есть ну как бы стандартные единицы сбора здесь для этого чая это почка два листа здесь нет нижнего листа очень-то когда видишь сырье сразу видно немножко такой спрессованный но не сильно очень легко разделяется под ферментирован то есть уже 10 лет хранения и в нем большое количество тоже золотой плесени кстати сразу еще напомню то что это пересыпные любау если вы не любите золотой плесень на них нету золотой плесени они чисто вот как раз ближе к плеером в этом плане конкретно на этом она есть тоже очень богатый на вкус и цвета и краски то есть пили когда вместе самые разные ассоциации возникали то есть какие-то древесные ноты и и цветочные и бальзамические еще там только нет очень интересный чай и такой вот он уже готовый можно сказать 10 лет хранения дали ему нужное а далее у нас новый новый фэнсинский красный чай у меня значит приехал новый фэнсин деньхун чая это бюджетный деньхун на каждый день на сказать что очень хорош потому что свежий и сейчас особо это здорово почувствует все кто любит деньхуны и еще у нас приехал золотой почкой так понимаю где-то есть у меня в другом месте спряду я сразу про него тоже расскажу что приехал деньхун который у нас был в прошлом году все его знают большая золотая почка он очень хорош тоже то есть также как и прошлом уже многие вот успели оценить надеюсь хватит на год в этом году он кончился довольно рано разобрали сейчас немножко побольше закупили но еще вот есть его бюджетный собрат тоже весьма хорош где-то половина на содержимого почки половина листики а немножко чай такой менее перебран то есть попадаются какие-то там листики хуэнпиен еще что-то но внешний вид только за счет этого он дешевле в принципе сырье очень похоже поэтому если для ваш вкус важнее чем внешний вид то я думаю что это тоже очень хороший такой по отношению на качество экземпляр далее следующий чай на этом подносике это даньсун люй ча то есть это зеленый чай сорта даньсун сделаны да то есть у нас уже был такой из сорта басянь сделаны тоже зеленый чай с юга провинции фузянь это очень интересная штука абсолютно необычная у нас тоже было видео на канале где я рассказывал о его производстве обычно из даньсунов делают как вы знаете улун то есть это и есть сорт куста улун и вот в гуандуне его выращивают выращивают на юге фузяне именно вот эти чаи они традиционно ну никогда не делали зеленый практически это редкость сделали специально по моему заказу по моему запросу мне показалось что очень интересно в нем есть чуть-чуть нотки чао-ча такой мощный насыщенный сочный зеленый чай очень такой плотный вкус у него и ну для тех кто любит сильные зеленые но при этом еще и эти все нотки которые свойственны луну не должен проявились вот такая кислинка ягодная очень приятный чай я думаю что точно абсолютно стоит с ним ознакомиться следующая партия новинок это нас че из тайваня это вообще отдельная такая моя любовь на сказать что тут есть несколько сортов которые у нас уже были раньше но они закончились поэтому я не буду не хочет много рассказывать первое там жала у тюгу они девяносто восьмого года местечко мудра на севере тайваня тоже выращивать тюгу они считаются таким очень классическим и в отличие от материков у меня тоже немножко отличаются вкусовые ноты скрутка бывает более плотная такая ближе к тайваньскому бао джуну но так или иначе чай весьма достойный это очень стоящий лао ча вот и при этом на нашем снова появился для тех кто брал раньше очень советую пока есть немного а потом тоже фанчжуан лао лун из той же коллекции это 71 года такой мелкой фракции выдержанный лао лун очень насыщенный очень выдержанный готовый но при этом для тех кто любит в лунах не и вообще в лао ча не какие-то речи юнь а именно такие богатые бальзамические ноты глубокие которые очень раскрываются такой широкой палитрой приятных ароматов и вкусов вот это вот про него то есть он без особо очень юня но с очень сильной выраженной нотой бальзамической прежде всего перед нас еще появилось несколько новинок а вот еще один не новинка один который будет тоже джин специально лао лун 81 года тоже классика уже нашей коллекции рекомендую она у нас уже была это очень то листок и вот у нас новиночки новиночки это у нас прежде всего вайсяо вайбэй ключа вайсяо вайбэй я так понимаю что ты вай это потому что он привозной это не тайваньский но хранившись на тайване зеленый чай даже очень мелкая фракция я так понимаю что изначально это был какой-то может даже низкой категории зеленый чай но он родом из семь с первого года при правильном хранении он действительно стал настоящим лао люча выдержан зеленым чаем кто не знаком еще с этим вот я уже рассказывал предыдущих версиях обзора и общем и делать дегустацию лао люча тоже советую посмотреть на канале наверно ссылочки оставим в описании на эти дегустации где более подробно я эту тему раскрывал но также да очень рекомендую если вы еще не пробовали познакомиться потому что это совсем абсолютно другой чай который не похож ни на луну не на красные не на сам что-то зеленый потому что ему уже в 50 лет скоро будет этому чаю и еще один тайвань лао люча 74 год это тоже новый образец у нас были другие лао люча которые уже появились в ассортименте и они сейчас на основном наличие этого два новых которые тоже я настояльнейшим образом рекомендую то есть это невероятно там какие ноты и фруктов и ноты цветочные и камфорные какие-то бальзамические и все это раскрывается в балансе который каждый по-своему видит вот процессе чаепития то есть этот ну такие высокие чаи церемониальные их называют по-любому который стоит поднимательно стоит пить обдуманно если еще в тишине попить то еще лучше вот крайне 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 интересный продукт эксклюзивные редкий и действительно я знаю единственное место где может такой чай найти тайвань поехали еще новинки называется мы чай бао джун у нас значит по моему мне только один было два может быть один уже кончился впервые у нас такой чай нас раньше не было это выше бао джун вы знаете лун с тоже севера тайваня из пенлини лун единственный который имеет такой тяосинь продольную скрутку тайвань и обычно все тайваньские луны они имеют либо такой спиральную скрутку либо сферическую а этот именно как раз тяосин то есть продольные скрутки чай 60-х годов то есть конкретно здесь это эксклюзив полный то есть это очень старый лун который уже приобрал такие немножко ноты даже шу-пулера потому что ну здесь конкретно очень богатый чинь юнь то есть он выдержанный такой вот вкус у него меньше фруктовых цветочных нот но они тоже там присутствуют зависимости от заварения можно раскрыть очень разные грани в этом чая тоже весьма достойный для любителей именно выдержанных лауча следующий чай тоже выдержанный лун лугу уилла улун 70 годов тоже новинка раньше нас такого не было поразил вообще один из таких самых интересных вот это поесть этого часа мы были в мае там медовые фруктовые ноты и пряные какие-то вот то есть он такой очень яркий богатый тоже меньше каких-то но так таких вот лауча подвальных так называемых больше фруктовых и бальзамических но очень сильный чай тоже долгие проливы держит мне очень понравился все с улунами мне осталось еще три поэра первые это лауманэ шуча у нас уже раньше был но я не поленюсь про него рассказать снова потому что просто поразительный шу-пуэр 1993 года рассыпной всегда у нас он как-то быстро заканчивается в этот раз постарались взять побольше надеюсь хватит какое-то время это очень такой эталонный шу для любителей выдержанных шу-пуэров без даже лишних комментариев скажу что просто если любите шу-пуэр то вы это точно должны попробовать потому что на моем понимании это один из лучших вообще шу которые у нас были и будут может быть конечно что-то еще получше будет потом но пока это такой вот у нас есть образец которым можно гордиться следующий чай называется мэн хай булан лава шан-ча 92 года это шн-пуэр как ни странно который поступил таких разломанных блинах в свое время к одному тоже ставанских коллекционеров перед таком разломанном виде присутствует но в нем очень много таких вот спрессованных даже не комочков а скорее таких пластиночек потому что это был блин то есть был довольно большая партия блинов которые блины продались а которые восстались какие-то обломки не обломки вот они все собрали и вот они в таком ограниченном даже количестве присутствует то надеюсь что тоже еще который он присутствует у нас мне тоже кажется крайне интересный чай если бы это было бы в виде например как бы тут тайваньского хранения оригинального блина компания джон чай или чем такое причем быстро в несколько раз дороже но так как у него внешний вид рассыпной то в общем то он получил значительно более доступный но при этом во вкусе в аромате и во всех остальных нотах он не уступает многим тайваньского хранения блина да и мы тут плавно переходим к тайваньским блинам первым называется и ужин тяому шинча 2005 года серьез горы его одна из известных самых известных гор но в юнане пти шамбана это самый такой юго-восток си шамбана уже там граница с фитналом с лаосом хороший шен я думаю что тоже классика и шенов силу потому что там все и грибочки есть по вкусе и какие-то фрукты и все-все-все тоже очень богатый раскрывается долго долго очень держит проливы мне тоже очень понравился далее далее программе у нас белый чай белый чай доглажданная коллекция белого чая много лет много лет меня все просили сергей когда же когда же наконец будет широкий ассортимент белых чаев потому что ну и с ограниченным количеством поставщиков работал плюс ну не везде получалось доехать в этом году специально уделил время чтобы доехать до севера фудзяне то есть шуньси джэньхэ около фудзина там везде где успели и мы проехались по нескольким фабрикам и результат очень классное обновление белого чая обо всех по порядку здесь конечно же классика баймудань у нас значит в нескольких видах потом значит у нас естественно шоу мэй тоже из джэньхэ потом значит у нас конечно же джэньи целых четыре и тоже баймуданчик такой как шоу мэй обо всех сейчас расскажу начну конечно самых высоких с байхаун джэнья в моем видении это один из самых лучших то что получилось находить за последние годы особенно по отношению цена-качество потому что у нас есть значит два свежих байхаун джэнья 19 года тоже тут один немножко более пропеченный другое немножко более такой зелененький который более пропеченный по моему имеет название слова 19 но на самом деле слова пропеченный это так говорю бэй у байхаун джэньи делается очень-очень нежно последняя финальная сушка и на некоторых сортах даже вообще его не подсушивают то есть или вот совсем совсем чуть-чуть и есть еще эксклюзив абсолютно это лава байхаун джэнь 2013 года то есть это шестилетней выдержки белый чай до белого чая если кто-то еще не знаком с информацией тоже очень ценится выдержанность так же как и для пуэров и для любого для многих других чаев и конкретно этот тоже такой образец достойный лава байча но при этом высокогрейдового потому что обычно лава байча это шоу мэй это чай такой баймудан попроще байхаун джэньи выдержанника ранее редко попадается вот такой вот у нас образец пожалуй самый-самый топовый из всей этой коллекции называется хуаншань ешэн байча хуаншань это не тот хуаншань который находится в нинэре юнэне не тот хуаншань который находится в провинции аньхой это хуаншань который находится на границе уезда в шуньси и джэньхэ в фудзианин вот тоже там есть такие горы там есть несколько деревень заброшенных где тоже раньше выращивали чай но сейчас народ спустился ниже там и по причине охраны лесов и просто потому что неудобно добираться и деревни заброшены но при этом при днях остались одичавшие чайные плантации которые до сих пор тоже люди ходят собирать далеко в горы куда получается держать на мотоциклах дальше пешком и собирают у такого дикорастущий белый чай вот этот вот это образец этот самый топовый белый чай который наверное я нашел в этом году ты может быть вообще за все время на всей коллекции потому что действительно что очень такие маленькие почки то есть это самые самые первые побеги ментянча так называемый прицельмейный чай просто идеален во всех смыслах все кто любит белый чай должны точно абсолютно его пробовать очень такой легкий и при этом очень много оттенков вот в нем и какие-то ягодные какие-то малиновые даже немножко и но естественно не те малиновые можете подумать это игру про тонкие оттенки поэтому я очень часто не оперирую даже каким-то названиями конкретных цветов сам лично потому что каждый находит что-то свое также как и описание у нас на сайте наши тестеры наталья да она тоже пишет опираясь на свои личные ощущения часто бывает кто-то находит что-то еще поэтому всегда советую дегустировать чай внимательно на и пить их тоже внимательно особенно такие далее расскажу про бай мудане самый пожалуй такой у нас даже это видно и по сырью самый дородный красивый замечательный который близок очень на самом деле байхау инженю тут небольшое количество листа и в ценам почки называется бай мудань ван 2015 года владыка белых пионов бай это белый мудань пион ван собственно владыка то есть самый лучший из всех по ему данию действительно очень похож даже на байхау инженю только там небольшое количество листиков и тоже немножко выдержанный то есть ему уже четыре года получается это такой немножко есть лаву ноты следующий чай это бай мудань мутан бэй тоже переводится как а мутан бэй мутан это уголь то есть он на немножко подпечен на углях финальная стадия запекание было на углях есть тоже такие очень красивые белые ворсинки свежий лист этот чай этого года прям очень свежий поэтому все кто любит свежие белые такие прям весенние воздушные легкие приятные вот это прям про него такие цветочные ноты очень хорош далее гауди бай мудань или высокосортный бай мудань 2018 года немножко такой я бы сказал попроще чуть-чуть чем в 2019 года и ну видно это и по сырье там есть какой-то ломаный даже лист но при этом тоже весьма приятный цветочный хороший бай мудань переводится как высокосортный бай мудань 2018 года это другого производителя поэтому они различаются достаточно сильно далее джа хэ шо мэй да и джун у нас такой чай был многие его помнят многие его спрашивали потому что со временем как-то закупили его много у нас он был помогут три напролет один и тот же наконец-то снова появился это того же производителя но другой чай поэтому конечно же он имеет другие ноты советую попробовать если вы хотите получить тот же самый вкус что и раньше то лучше сначала подегустируй потому что те же самых вкусов не бывает очень хороший шоу мэй здесь тоже нет почек это только большие листья более скажем стойкие к варке не такой требует к завариванию но при этом по-прежнему очень освежающий и приятный и еще один шоу мэй бача 2018 года тоже божьлогодний этот один из салпом если не самый бюджетный чай нашей коллекции прямо назвал бы шоу мэй на каждый день потому что хочется надо пить не только высоко грейдовый но что-то попроще хорошая для холодного чая но нужно долго настаивать самый кто и не знает самый простой рецепт для холодного чая кладете в бутылку 36 грамм чая бутылка литр полтора потом начнет холодильник холодной воды взрывайте в холодильник и утром у вас холодный чай лучше всего получается тайваньские улуны и светлые улуны южнофудзянские но можно и никто другие сорта тоже так делать зеленые вот эти не очень белые неплохо получается хотя кто-то и зеленые учатся должен этот вопрос вкуса еще один белый называется шуисянь байча это полный эксклюзив первый раз у нас такой чай сделан из сорта куста шуисянь вообще шуисянь как вы знаете делают улун но конкретно этот интересен тем что сделали белый чай сделали белый чай видно сырье то есть не очень много почек в основном лист много череночков тоже попадается длинных потому что сырье ручного сбора и здесь его не отбирали особо такой фермерский внешний вид у него не очень презентабельный но чай на самом деле крайне вкусный и прям такой вот дают всякие разные ноты которые весьма неожиданно бывает можно встретить в белом чае не в каждом белом чае такое есть далее у нас еще продолжение белого чая тут еще два сорта которые мне не влезли первый поднос первый называется дхо бай мудань ван то есть это тоже фермерское хозяйство дхо зокосорта бай мудань видно тоже то что здесь почек больше чем всех остальных фракций то есть здесь нет очень мало листа немножко череночков в основном почки то есть такой очень близок он бай хау на дженни по категории сырья и самый последний белый чай из коллекции как вы видите у нас целое огромное обновление получилось иди бай мудань первого категории бай мудань тоже достаточно простой прошлогодний бай мудань на каждый день но возможно кому-то плюс-минус больше понравится чем когда я говорил дженхэй шумэй шумэй бай чай шуу зянь бай чай вот он примерно из этой категории он ближе к шумэй здесь хоть он называется изи тут почек немного больше листа не слишком дорог поэтому я считаю хорош по соотношению ценокачество в любом случае всегда рекомендую пробовать когда мы специально держим такой большой ассортимент чтобы каждый мог найти что-то необычное именно для себя продолжаем тут у нас значит первый чайок это габа хун чай из фудзяне это абсолютно полный эксклюзив делать такой чай всего лишь одна фабрика как вы поняли из названия габа содержит себе гамма-аминомасленную кислоту в одной на одной из стадии обработки он помещался в барокамеру для вакуумной ферментации поэтому в общем-то полноценный габа чай вот я очень его советую честно я попробовал с этой же фабрики еще они делают и у луны габа но честно мнение не понравились мы их не стали брать материке пока еще только учиться делать хорошую габу хороший вариант у нас есть тоже габа шайтинь фусян шайтинь чай тоже очень рекомендую габа хун чай красный тоже юнэйский очень советую ну и вот по полную коллекцию такой вот габа хун чай из фудзяне очень очень рекомендую далее наконец-то у нас появились желтый чай из хошань это чай для ценителей для эстетов для тех кто понимает скажем так потому что чай высокогрейдовый первый называется хошань хванья 2019 года второй хошань и джэнь 2019 года тоже это весеннего сбора самый высокогрейдовый и находящийся на самой высокогрейдной плантации чай из хошань я бывал в этом месте даже есть видео на канале кто хочет посмотреть подробнее узнать об этом чай тоже посмотрите поищите по названию хошань ну желтый чай это чай для ценителей я его очень рекомендую всем кто так или иначе любит тонкие состояния тонкие вкусы зеленого чая такой тонкий промежуточный этап между белым и зеленым и улунами желтый чай всегда на таком балансе то есть вот эти печеные ноты и зеленые ноты свежести и какие-то необычные абсолютно свойства только для желтого чая но это в нем всегда присутствует а очень рекомендую и тут у меня коллекция из трех южнофудзянцев трех уже фудзянцев а новых это весенние луны наконец-то приехали с юга фудзяне сейчас так удачно получилось что почти все обновления у нас уже появились но еще что-то будет на самом деле подъезжать чуть позже первый звать в тигуанин тулоу 2019 года это тигуанин на каждый день из тулоу второй тигуанин тулоу с очки у то есть более высокогрейдовый тигуанин тоже из тулоу там лучше сырье лучше обработка третий не фудзянь фудшоу улунча насчет тигуанин из тулоу они у нас уже были я просто скажу что это хороший очень тигуанин который многим понравился на фоне того что очень много лет были тигуанин из сепина просто решили немножко обновить коллекцию в прошлом году как вы заметили очень много южных фудзянцев к нам приехало и вот собственно мы так как часть уже тоже нашего постоянного ассортимента сейчас будут вот эти вот тигуани не тоже советую попробовать они кстати тоже без черенков и для тех кто мне нравился черпчинка черенковая вот есть такие ну и конечно наши классические тигуани тоже будет ассортименте мы никого не убираем просто решили расшириться чтобы был выбор и фудзянь форшоу улунча этого чая у нас еще не было вообще делается неподалеку отдыхла есть там небольшая группа деревень где делают форшоу вот пообрабатывают его классически по такой технологии как и тигуани но ассорт куста форшоу также форшоу лука будды куз достаточно интересный он выращивается и вишань на юге тайване в тайдуне на юго-востоке тайване и вот собственно еще и на юге фудзянь он тоже есть и делают из него вот такой вот по классической технологии тигуани делают улун светлое я думаю тоже вам понравится если любите южных фудзянцев попробуйте интересная штука достаточно редкий мало распространенный чай далее в программе у нас большое большое обновление зеленого чая но еще на самом деле не самое большое как раз зеленые еще позже будут тоже новые у нас здесь сразу же че и в основном у нас из военшань из гуанси то есть из юнани из гуанси из провинции и немножечко северных тоже есть но прежде всего так как я был большей частью там где был оттуда и приехал как говорится поэтому в этом году интересная коллекция и многих из этих чаев у нас еще вообще ни разу не было начну с конца начнем с гуанси первый самый такой нас пожалуй знакомый нам называется гуанси люча или зеленый чай из гуанси он уже у нас на нам я думаю только почти месяц собственно с момента когда я снимал последний обзор отличный зеленый чай на каждый день такой освежающий классный мне это был один из первых которого пробовал этом году и тоже очень от него восторг все написал ты его кстати друг сразу скажу хай чу хао это наша тоже классика прошлом году был хай чу хао если честно не такой хороший как этот поэтому очень рад что заменили и вот свежий в этом году хочу хао это вот друг гуанси люча но более бюджетный тоже у нас появился очень хороший зеленый чай на каждый день простенький неприхотливый заваривание можно заваривать как хотите следующий чай шишан люча или из такой деревенька шишань это на границе уезда вэншань и провинции гуанси то есть это юнайский чай но близко очень гуанси делается это идем по классической технологии маофена то есть обычный тоже зеленый чай на каждый день такой свежий травянистый цветочный классный зеленый чай еще есть вэншань шишан лючха тоже из того же место но этот чай не показался более такой вот насыщенный что ли и с одной стороны нежность другой стороны мощный вот как-то так мои личные оценки тоже хорош весьма хорош еще один маофен из гуанси вот такой вот этот вот более такой пушистенький свежий травянистый немножко там каштановые ноты в нем присутствуют и такой красивый почки у него это очень освежающий такой прям чайок на чуть-чуть менее насыщенный чем предыдущий как не показалось хотя вопрос вкуса далее у нас идет блачунь десю это зеленый чай из вэншань от того же кстати производителя который сделал нас вот чай бамбуки которого сейчас здесь нет потому что по нашу закончится да уже почти его его ли он где-то лежит где-то лежит мне подсказывают довольно ха ха ладно про него я отдельно скажу туда прямо сейчас это тоже такой эксклюзивный продукт она про него еще будет видео на канале подробно да в общем эта фабрика делает блачунь десю отличный белочунь я считаю особенно учитывая его цену хороший свежий классный такой вот мощный зеленый луговые травянистые нотки у него в полном виде еще они делают замечательнейший абсолютно шин вот у нас еще было два других но два других кончились совсем шины еще немножечко осталось на хон сын шан из вэншань можно его развязать но я не буду развязывать вот что можно его и так достать прессованный в бамбук такой пуэр который потом значит бамбук прогревают на углях и получается абсолютно невероятный такой дымный многогранный древесный и шин вкусный вообще очень вкусный это я рекомендую если вы любите шин пуэр обязательно попробуйте потому что чай стоит того далее у нас тут еще несколько зеленых прежде всего это люиши чо зеленый ха чай вот это на самом деле самый такой простенький из всей коллекции такой найти вот не церемониальный чай зеленый я бы его посоветовал может быть просто так чай в кружке вот на каждый день далее то пин ху куй знаменитый тайпин из провинции аньхой самый красивый зеленый чай считаю как эти такие прессованные листики тоже пока это первая партия чуть позже будет еще несколько надеюсь получится вас порадовать тоже тайпинами ассортименте как в вашем году но пока приехал уже этот свежий хороший вкусный тайпин очень хорошо его заварить в гайване потому что не в каждый чайник поместится такой большой лист далее у нас идет бассейн люча я уже про него рассказываю тоже как раз уже есть на канале видео про его производства это зеленый чай из бассейна похож на немножечко на даньцун люча который я уже говорил но такой мне кажется более цветочный и более такой мощный в чем-то даже интересный бассейн 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 считается более таким высокогрэдовым иногда чем дэнцун хотя это зависит уже от фермера кто как оценивает и еще три зеленых чаем тоже веншальный чай еще один зеленый из веншане тоже мне кажется похож немножечко возможно на веншане шишаневича но другие ноты другой производитель так или иначе просто вот коллекция чаев из одного региона так или иначе они схожи тоже советую попробовать и два самых скрэдовых чая из линьюня линьюнь это уезд провинции гуанси там а тоже не был очень долго то добирались что-то двое суток практически по каким-то там дорогам вот очень далеко находятся эти конкретно места где чай делают первый называется баймао ван белый ворсистый владыка владыка белого ворса выглядит он как такой на здесь иисы чай из юнани вот немножко на него похож серебряные локоны имеет другое название хотя технологии я думаю производство очень похоже ну такой я считаю один из лучших зеленых во всей коллекции тут одни почки вручной сбор естественно очень ароматный и такой ну замечательный абсолютно чай много дает разных нот тоже во вкусе и самый высокогрейдовый чай зеленый всей коллекции называется линьюнь инжэнь то есть по аналогии с байхау инжэнь то есть серебряные иглы из линьюня но при этом это чай его никто называет белым некоторым зеленым поэтому изначально у нас он сначала в обау белый раздел в район белого чая что выглядит как байхау инжэнь даже похоже немножко но зеленые такие оттенок почек если повернуть почку с другой стороны видно что она зеленоватая все-таки это зеленый чай но для тех кто хочет попробовать что-то похожее на байхау инжэнь но из мира зеленого чая то я думаю что это вот оно приятный такой очень тонкий зеленый только почки то очень скрывается богатым богатый палитрой вкуса аромата очень его тоже рекомендую так но и завершается коллекция рассыпного чая у меня чаями которым я прям очень-очень-очень горжусь это на самом деле снова радость это самые высокогрейдовые шины из юнде в прошлом году мы там были в этом году я не добрался пока но заказал чай пробнички потом выбрал вот и поэтому он снова у нас это чай от фермера из юнде высокогорья причем в этом году еще по моей просьбе сделал красный чай хунча юнде хунча этот вообще просто один из самых лучших дико растущих красных которые казали бы пил то есть очень вкусно и у меня дома был пробник и этот пробник весь сам выпил вот потом юнде да хэйча вот это тоже большой черный чай это дико растущие чайные деревья очень старые которые есть только там абсолютно полный эксклюзив тут видно даже попадаются надо такие вот прям пурпурные почки как рассказать которых тоже собираются ежен ябао вот этих самых деревьев очень-очень рекомендую потом начата юнде тэнзи яшанча тоже прошлом году у нас был в этом году снова этого года свежий замечательный тэнзи яшэн тоже дико растущие очень старые деревья несколько сотлетние даже несколько тысячелетним возможно некоторые потому что их возраст не все замеряли вот эти очень-очень советую посмотрите видео у меня оттуда из юнде есть несколько фильмов по-моему 2 даже 3 где я подробно все это показывал рассказывал эти деревья эти сады чайные вот и дегустацию там тоже на месте делал и самый такой попроще но тоже попроще только в рамках сравнения вот с этими тремя генды гушу это тоже зрели чайных деревьев но обычный шэн а то есть это деревья которые были посажены или тиньчха классический шэн именно с старых деревьев из юнде вот эти четыре я считаю это одна из лучших просто истории с шэнами этого года и кстати что получилось в этом году еще получилось немножко договориться на цену пониже поэтому заметно дешевле чем чьи прошлого года но прошлого года это уже тоже жаритет у них другой вкус но эти тоже очень похожи на них и я думаю что все их оценят потому что чай особенно красный и особенно до хайча вот мне прямо особо понравились но и тэнзи и гушу тоже весьма весьма достойный но красный прям это мои настоятельнейшие рекомендации личные а еще значит у нас тут несколько шэнов нас попались в нашу коллекцию первое название пинджай гушу даньжу ча этот чай эксклюзив у нас его меньше килограмма не знаю сколько там осталось всего но это чай с одного дерева и я тоже снимал видео про это самое дерево то есть собрались снова дерево сделали чай и все что сделали якобы собственно все и забрал так как деревья дерево такое не слишком огромные такими длинные чем побеги то там мало было сырья и там всего помню три килограмма было из них половину примерно забрали мы у нас появился в коллекции такой чай пинджай это тоже деревушка в иншане достаточно высоко далеко весьма весьма интересный тоже такой ушел и оригинальный настолько даже этого региона не было до этого шанов советую попробовать и оттуда же еще есть веншань пинджай шанчха то есть это уже кустовое сырье тоже ну такое не только кусты но и какие-то средние деревья большие надо как они смешаны то продается чай дешевле но тоже очень хороший совершенно свежий прям такой травянистый немножечко пока цветочные прочие все ноты которые свойственны чаям именно молодым молодым шинам следующий тоже два чая у нас из-за малипо это такие такой уезд на границе с вьетнамом там есть такое мисичка лавашань называется старая гора и там много очень чая который делается из вьетнамского сырья я на самом деле доподлинно не знаю потому что мы покупали этого фермера который он продает и вьетнамское сырье и свое сырье тоже позже будет видео об этом конкретно это как он говорит именно китайской все-таки хотя вьетнамской мы тоже потом с удовольствием возьмем потому что тоже неплохое и заводит свежелист свежелист прямо из вьетнама там граница по горам проходит и в китае его обрабатывают рассыпной шин пыр 2018 года и рассыпной шин пыр 2019 года тоже два шина один осенний который восемнадцатого года другой собственно этой весны я тоже ученик советую потому что решены немножко необычно они характерны для этого региона но не очень характерны относительно других регионов может быть ближе всего к манхайским не не показались их эти фирмы рассказывал как они госу к нему чем многие прижают из манхая покупать чай потом продают как гушу потому что он очень насыщенный классный то есть то и дича например с того же манхая на гораздо проще здесь чай и вот осенний вот этот вот он на тоже как бы кустовой хотя он говорит что из деревьев мне кажется кустовое сырье но очень вкусный тоже рекомендую и последний последний шин рассыпной фэнсин галшань шайтин это из фэнсина из того же сырья из которого делаются деньхуны наши тоже того же производителя такой мелкие шины мелколистные вот то есть он похож немножко на зеленый даже чай внешне но на самом деле это шин я бы тоже насаде рекомендовал как такой шин на каждый день кто любит попроще что-то но при этом бюджетный свежий классный вкусный чай вот это вот про него ну и завершаю обзор чая я нашими фильмами блинами обычно с них начинаю сегодня решил они закончить новая коллекция шу наконец-то мы пытаемся все закрыть вопрос шу-пэрами пытаемся закрыть вопрос шу-пэрами потому что постоянно их не хватало решили сделать в этом году прям побольше разных и сейчас конкретно приехала коллекция таких вот зэкогрейдовых шу то есть это либо из больших деревьев либо прямо стольного сырья и плюс еще к тому еще и выдержанные тут нас коллекция значит из мэнсона потом значит из нанэшань с иу и такой вот еще называется чхадао ши то есть мастер чайной церемонии такой вот чаек вот это кстати помню из мэнхая сырье самый последний из этой коллекции это чай у нас с буланшань я скажу что каждый из них весьма достоин потому что сырье необычное то есть буланшань по-моему вообще там большие чайные деревья и в перемешку со средними делались конкретно с найно это вообще один из моих самых любимых вот из этой конкретно последней партии я когда попробовал я позабрал все всю партию надеюсь этот чай еще будет подольше потому что он есть в количестве а вот эти остальные и мансон и иу и булан это все лимитированная серия их немного вот поэтому тут уже как повезет очень мне как-то полюбились с необычной ноты то есть это уже такие шу которые мало того что они с потенциалом так еще и там хорошее сырье уже выдержаны поэтому я рекомендую можно пить их и сразу и тоже на выдерживание сохранить вот то есть очень и очень интересное мы долгое время возили более бюджетный продукт вот но немножко привезли таких скажем категорий повыше шу которые тоже понравятся уже ценителям с более высоким запросом и еще и еще такой вот узи шуча на черное золото россии дизайн кстати питерского художника дюрана за что ему огромное спасибо это отличный узи шуча это шу-пэр такой 5 категории с узнавыхая это очень хороший чай на каждый день то есть он не слишком дорог ты соответствует собственно своей цене хорош хороший замечательный шу кому-то точно понравится такой более насыщенный чем некоторые почечные варианты или там мелколистные вот то есть он тут мне кажется хороший для варки для пролива то есть единственное что может быть чуть дольше над держать и еще один шу-пэр последний шоу из коллекции это наш оленьшайский мишка которого все ждали долго я помню прошлую партию у нас осталась бумажка завернули новую партию в этот в эту же бумажку это будет написано 17 год на самом деле спрессована она 19 но сырье то же самое что и было то есть той же кучи вот но прессована она двумя годами позднее вот поэтому у него немножко другой вкус получился и то есть еще но и прессована только что буквально пришла быстро эта партия вот поэтому мы надеемся что где-то наверное через полгодика он снова приобретет те ноты которые многие нравились в прошлой партии на самом деле это тоже очень хорошие и сейчас то есть тут вопрос вкуса просто кто-то всегда хочет именно такой же но всегда даже чай который если брить то же самое сырье и вы обрабатываете другое время хранилось по-другому тоже получается часть но немножко с другими нотами очень хороший шу суляшань там во-первых повыше такой понасыщенней побогаче вкус даже чем некоторые махайские варианты но идеально считаю все дошли на качество тоже у этого продукта и завершаю я обзор завершая обзор вот таким вот блинчиком извините это шин пр прямострольных деревьев деревни в инди или в инди джай это находится на горе один мая в прошлом году мы тоже сделали с похожей упаковкой на немножко мы поменяли дизайн оттуда же шайн очень многим он понравился все прям были в восторге и спрашивали будем ли мы в этом году делать шин оттуда решили вот тоже сделать в этом году шин оттуда же и вот у нас есть готов получился поэтому очень вам его советую тоже мне крайне понравился блинчик этот очень рекомендую хороший потенциал у него на выдержку можно принципе сейчас пить если вы любите свежие шины да но и самое последнее забыл этот у меня еще два любого кирпичика запряталась за блинами я их не заметил один называется я осян чаджуань 2009 года другой называется любого уча кирпичик вот эти два любого это выдержанные тоже любого я бы их очень рекомендовал любителям лавыча вообще и любого в частности потому что вот что один что второй очень достойный особенно шестого года он прям такой уже мощный очень хорош вот то есть это хороший я называю мужской чай потому что очень хорошо бодрит любого вообще сильный очень продукт поэтому если вы какой-то момент припились к шу-пуэру очень хорошая такая альтернатива рекомендую обязательно пробовать тоже при холодных целях когда нужно бодриться и гастрономических тоже потому что чай очень многогранный необычный ну и тут у меня еще красуется сзади несколько блинчиков с тайваня и их не будет доставать а у нас увидели был большой очень аресток обновлений тайваньских тайваньских шанов я считаю что это вообще эталонные шуэн-пуэры абсолютно все без исключения потому что коллекция общая изначально была очень гигантская я там очень придирался это нескольких тайваньских коллекционеров собрано мы только бы ну очень эталонные шуэн-пуэры они к сожалению с годами дорожают поэтому немножко дороже получилось чем прошлом году прижала партия поэтому это то что как раз нужно точно на сохранение откладывать если вы собираетесь попить такой же шин там через пять семь десять лет то во первых большинства и них уже просто не будет вот во вторых просто они будут начать не дороже если даже и останутся поэтому у меня сейчас всем рекомендация кто любит старые шины попробуйте их тоже мы продаем в разлом эти блины это я считаю эталонные продукты большая довольно коллекция можете посмотреть разделы шэн-пуэры и раздел эксклюзивный коллекционный чай то есть если говорить о выдержанном шине то есть меня все спрашивают а почему там не завозите там чем-то или еще что-то хотят сделать один чем дай мы привезли вот этот вот советую неплохо очень помню на школу осталось тоже в разломе потому что фокусировался на тайваньском на хранение потому что отношение цена качества просто невероятно то есть есть какие-то фабрики другие но я вот именно и джунча и некоторые манхайские тоже блины старые вот именно тех лет то есть конец 90-х начало двухтысячных середин 90-х годов начала 90-х годов вот эти чаи они просто невероятные то есть это моя личная рекомендация их может все пробовать кому-то пусть мне нравится те или иные но вот эти вот они просто замечательные ну кстати я еще вернусь к самому началу дегустации говорил право тоже вот манхай булашань лао шанча это для такой вариант для любителей поэкономить тоже того уже внешне но при этом он рассыпной ну и завершая обзор на новой посуде начну конечно с изинских чайничков потому что приехала просто невероятная партия который мы очень долго готовили там чайников много делали их с зимы и изготавливал их конкретно мастерская который руководит мой замечательный друг мастер свечи вот то есть это студенты которые работают под его началом у них же есть школа вместе с его братом всю шанчу ним и они собственно себе студентов сами же теперь туда устраивают построили такой загончик домик да где они собственно там же живут там же работают вот и в общем делают замечательные чайнички чуть позже кстати будет репортаж об этой самой мастерской я покажу это все некоторые из мастера из них допускаются к доработке его собственных изделий самые успешные но таких очень немного поэтому его личные чайники конечно же всегда в цене и в эксклюзии вот а это чайнички попроще сырье тоже попроще но сделаны они очень добротно очень хорошо это новая партия до этого все которые мы делали чайники за сильно были от других мануфактуры нескольких тоже то есть одна мануфактура которой я так или иначе приложил руки все закупаю сырье и там мне тоже не несколько человек но они делают очень медленно все что они делают все мы забираем потому что чайник полуручной требует времени то есть как минимум в день если даже мастер очень быстро делает он делает ну максимум два чайника бывает надо три но это очень редко если простая форма обычно один два чайника за день сделанных примерно так вот то есть это большая работа многочасовая в любом случае распространенные формы то есть водяной уровень и сиши и да значит и фангу у нас тут есть тоже другие формы колокол вот то есть все чайнички очень-очень хорошо денег я уже говорю и сделаны из разных сырья одной и той же формы для того чтобы можно было первых выбрать классический будет выглядеть наверно вот водяной уровень или шойпин то есть многие любят даже весенние были такие раньше коллекции когда делали шойпин из там 18 и нам 13 самого разного глины лишь у нас хайни или хайджуни глина здесь у нас значит глина дуани здесь у нас глина дзыни или парпурная глина здесь у нас синяя глина где такая тихо люнина она называется но здесь конкретно купаж на вот какой именно мне секрет не раскрыли то есть это делается из нас тех видов глина смешивается достигается такой цвет но есть еще даже вот такая вот дуани серого цвета тоже вот очень хороша и у нас еще помада по принципе все вот еще даже такой вариант за ней немножко другой за счет обжига и за счет тоже пажирование пожалуй я думаю одна из таких самых хороших по соотношению на качество партии у нас чайники все сделаны полуручным образом хотя говорю то есть это берется форма прессуется вот потом начата все это дорабатывается уже вручную то есть ручка носик выглаживаются примеряется крышечка вот и гордо красуется наш логотип то что это наша фирменная продукция сделана нами на заказ поэтому тоже очень советую особенно эти советы хорошие получились ну принципе все но для любителей скажем так эгоистиков плохие очень сиши маленькие то есть этот чайник на одного на двоих такая форма как раз вот такой размер идеальный не слишком маленький не слишком большой некоторые покрупнее размера но вот тоже очень ханева вот этот чайник тоже замечает на удобная крышка тоже когда если пьешь 1 или там дегустируешь какой пробник там 2-3 грамма чая очень экономно очень вкусно и замечательно абсолютно еще удобно то что они разные по цвету то есть можно купить все использовать под разные категории чая начальными такая задумкой была то есть светлая например для светлых чаев каких-нибудь такой вот это может быть для улунов для красных чаев и например для пуэров то есть такой замечательный коллекшен можешь все собрать вот ну а другие чайники для еще каких-нибудь чаев уже на ваш выбор очень рекомендую ну и завершаю сегодняшний такой большой обзор на я постарался делать его не слишком долгим насколько это возможно обзором посуды самый последний остались есть японская посуда немножко и чайные доски прежде всего это разные пиалы и наборы японской кераминки которые я покупаю у одного тайваньского коллекционера там целая забавная история то что значит у него жена у которой это был прошлый муж который собирал этот фарфор получилось так что муж умер тот прошлый у новой жены и собственно нет фарфор потихонечку потихонечку продают так как мне не в этот раз прям получилось с ними договориться об очень хороших условиях то первых приехали пиалы по весьма доступным ценам учитывая что это керамика с конца 19 по середину 20 века то есть можно вполне приобщиться к антиквариату за весьма разумную цену на протоке пиала стоит 6000 там вот это пиалочка стоит 7000 вот учитывая что это все полностью ручная роспись и то что уникальные абсолютно штучки этот вообще по моему стоит 200 небольшим 3000 рублей то есть этот вот мне особо нравится считаю одна из лучших кстати если говорить про цену вообще на как бы универсальная на или сака и для чая ну естественно как любители чая ее применяем для чая очень хороший японский фарфор я все после время очень сильно сам по нему как-то так не он зацепил тоже дома завариваю часто японском либо я меняю конечно не только там с чем-то одним люди когда видит какие-то тренды думают что если ты там перешел на что-то значит все там ты забросил все старое значит и никогда не будешь чем возвращаться я лично очень люблю цикл личности и очень люблю добавлять свой просто пантеон богов кого-то еще очередного бога если так образно выразиться поэтому просто расширяя кругозор нахожу что-то новое тоже начинаете интересоваться но при этом конечно же не забываем про старые кстати еще такой вот очень классный набор который мне тоже понравился а есть нас и другие но здесь конкретно мы сейчас находимся в нашем клубе чайной культуры на малой дмитровке здесь сразу такого тоже набор хранится классической кобальтовой росписи который характерен том числе и для джинджи не 10 чайник специально с медленным сливом вот он для зеленого чая вообще изначально большей частью потому что в японии пьют больше больше зеленый чай такой набор чайник и 5 пиал весьма характерный есть конечно и другие вот этот набор начала двадцатого века тоже уже такой мужской антиквариат и мужа что сто лет наступила но и завершу я обзор на чайными досками самая большая чайная доска это вот эта доска которую видите она из черно-золотого сандала то есть это очень ценная древесина как вы видите на большого такого размера то есть займет там более подробно размера можно сайте посмотреть вот и она у нас идет по специально дискаунт цене на 150 тысяч а 59 тысяч помада такой дерево стоит дороже даже мне не везде в китае можно найти и по этой цене а тут вы можете купить его же сразу у нас ответственно 150 килограмм то есть это очень тяжелый массивный такой стол можно положить и сделать для него под столик сажение найдет в оригинале без под столе либо поставить на код другой стол одну тут зависит уже от пожеланий так или иначе потому что доска массивная может быть стать центром чайного места или кроме там клуба или чего угодно вот хотя сначала хотели для себя но пока нам хватает решили поставить продажу если не уйдет заберем себе обратно я ли очень рекомендую потому что цена на нее очень-очень разумная просто изначально ее планировали использовать сами но вот поставили в продажу еще у нас есть такая штука вот эта штука на самом деле весьма эксклюзивно как увидели нас были уже чабани из дерева диньсенанму она растет тоже средней азии восточной азии бирма ловоз может частью бирма привозили мы но они были такие вот лагированные и многие помнят кто еще был наш старый чайный на бакуницкой там есть значит у нас чабань тоже из такого же дерева сделанная не слишком сильно покрыта лаком очень красиво и всем всем мечтали по можно нельзя ее купить и так далее так вот теперь мы привезли такой же технологии сделанную чабань по замечательно здесь она местами еще все какие-то вот ее щели промазаны очень хорошо эпоксидкой закрыты то есть она очень служит долго верой и правдой как например чабань когда живет у нас на баку низкая напомним уже там лет 8 служит вот собственно это я думаю прослужит и гораздо дольше даже даже как и наши то есть это по сути такая чабань навсегда сделана на из капа то есть такого нароста на дереве вот то есть тоже на редкой случай не думаю что будет прям именно такая же потому что каждые такие чабань они уникальны которые у нас тоже приезжают периодически из динсен они сильно от нее отличаются это такая вот скажем посерьезней образец потому что и кап получше на что я лично выбирал ее мне кажется дислокирование такое более природообразное то есть на покрыта лаком но не настолько сильно не блестит очень такой матовый тон приятный очень хороший чабань ну и напоследок самым последний расскажу про нефритовые чабани из хуаньского нефрита это у нас провинция фудзянь здесь у меня их 4 вообще у нас их несколько еще помог какие-то уже вперед уйти она сказать что это тоже замечательный абсолютно материал очень красивый такой зеленый рисунок с оттенками таким полосами вот и есть такие чабани в стиле бамбука бамбуковый как бы краешком сделан под бамбук есть просто такие плоские чабаньки минималистичные есть чабань с рисунком дракон у нас там изображен очень красивый и на сказать что все они тоже поэтому разумно весьма стоит на то что это камень очень такой тяжелый мощный ноги кстати еще говорили то что вот там нужно аккуратно очень пользоваться ставить посуду на камеру доску так же как обользовались деревом даже пользуетесь камнем то есть если вы не бросаете на него то ничего не решает наси даже так вот не очень аккуратно поставить абсолютно ничего не бьется камнем пользуюсь очень удобно это тоже чабан на всю жизнь то есть ничего себе не произойдет никогда поэтому можно тоже прекраснейшим образом украсть какой-то стационарное пространство естественно это не для передвижения на перемещение с собой такая у коллекция всем огромное спасибо за просмотр обязательно ставим комментариях ссылки на чаи вот но и также вы можете в принципе забить до того как мы составим за список забить название чаев поиск вот и найти все это есть на сайте старались сделать интересную коллекцию в этом году еще будут обновления впереди далеко еще не все вот всем приятных щепитий до новых встреч пока и